Друзья, всем привет! Меня зовут Юля и я рада видеть вас на своем канале. Сегодня будет длинное видео с распаковками и с обзором ароматов, которыми я пополнила свой парфюмерный гардероб в июле. Видео я записываю и собираю таким образом, что сначала мы с вами распечатываем аромат, я рассказываю о первом впечатлении, далее идет склейка, и вы видите уже видео, записанное через 2-3 недели, где я оценила стойкость, шлейф и раскрытие аромата на коже. Такой формат видео мне кажется достаточно удобным, и оно дает полное впечатление об аромате. Что ж, подписывайтесь поудобнее, и мы, пожалуй, начнем. Два аромата от бренда Atelier de Orz, у меня Хор Ангелов и Блан Полихром. Распакуем. Предлагаю срочно устроить затест. Все, сумрот такой красоты, боже мой. Действительно, ощущаю очень много цитрусов, мандарины, лимоны и аккорд выглаженной рубашки, такой горячий утюжок и очень свежее, чистое белье. Это точно летняя история, очень даже офисная. Поглядите, какая прелесть, боже мой, не могу оторваться. Аромат Блан Полихром от бренда Atelier de Orz. В зеркальной крышке отражается вся моя комната. Аромат действительно зажигательный, бодрящий, заряжающий энергией. Он подойдет летом под белую футболку, под кеды очень... Ну, под кому кеды, кому сандалии, конечно. В общем, под все. Он абсолютно универсальный. Зимой же его прекрасно можно носить в офис под белой рубашке, чтобы никого не задеть, не замучить, не задушить. Совершенно прекрасный аромат, свежий и для цитруса достаточно стойкий. На коже чувствую его около 5-6 часов. Я думаю, это очень хороший результат для такой летней водички. Также меня порадовало, что цитрус из композиции в течение всего звучания никуда не девается. Он трансформируется, меняется, показывает себя с разных сторон. Где-то он терпкий, где-то он горьковатый, свежий и иногда с кислинкой. Я думаю, за кислинку отвечает союз цитруса и ревеня. Ревеня, ревеня, напишите в комментариях, как правильно. Все еще не могу выучить это слово. Но вы всегда-всегда занимаетесь моей грамотностью в комментариях. Так что спасибо. Базу аромата создают три явно ощутимые компонента. Это мускус, инжир и амброксан. Все втроем они создают такой симбиоз. И на выходе мы получаем аромат свежевыглаженного белья и раскаленного утюга. Это можно ощутить, когда вы наносите аромат на волосы или на одежду. На теле же создается ощущение такой чистой, приятной, мытой телесности. Рекомендую обратить на него внимание всем тем, кто ищет несладкий цитрус, кто ищет аромат для ежедневного использования. А также ребята, которые работают в офисе. Пожалуйста, обратите внимание, прекратите носить в офис Бакару, кирки, космолу четвертую. Не травмируйте людей. Обратите внимание. А теперь давайте откроем хор ангелов. Не менее веселый, цитрусовый и жизнерадостный. Срочно пробуем. Так. Очень оригинальное звучание. На старте слышу много меда. Медовая груша, медовые цитрусы. Действительно, чай с медом. Очень приятно и интересно. И я поношу его и расскажу вам уже подробнее про стойкость и про раскрытие. Ателье де Орс хор ангелов. Это не летний цитрус. Это вообще не лето. Это поздняя осень, мне кажется, холодная. Ранняя весна. И Новый год. Потому что настроение он создает просто шикарное. Это сочные медовые леденцы с апельсином. Знаете, или чай, чай. Даже я бы сказала, что это чай с лимоном, с апельсином и с медом. Он согревающий, жизнеутверждающий, безумно позитивный. И настраивающий на какой-то праздничный лад, на какое-то праздничное настроение. Технические характеристики аромата на высоте. Он тягучий, густой, шлейфовый, стойкий. Стойкость я оценила бы, наверное, целый день. Я ощущала на себе почти целый день с утра до вечера. Шлейф оценил мой муж. Я села в машину, он такой, ого! То есть я открываю дверь, а аромат просочился в машину быстрее меня. Что ж, но важно знать, что я не советую его покупать без затеста. То есть если вы надеетесь на какие-то легкие апельсины, мандарины, цитрусы, нет. Я бы сказала, это достаточно такая яркая история. Поэтому без затеста, без нескольких затестов в магазине я покупать не рекомендую. Либо разживитесь от Левантом. Кстати, у меня в моей шапке профиля и в описании контакта вы у меня можете приобрести на пробу от Левант этого аромата. Все мои флаконы оригинал покупались для личной коллекции, для личного использования. Распакуем старый добрый люкс. Moschino I Love Love из коллекции Chip and Chic. Один из самых популярных и самых любимых моих ароматов для летней жары. Даже пробовать не буду, просто нанесу аромат на себя. Я помню, как он пахнет. Это горькие корочки апельсиновые и очень-очень сладкая мякоть цитрусов. Аромат задорный, звонкий, беззаботный переносит меня в мои студенческие годы. Еще один прелестный летний аромат Moschino I Love Love из коллекции Chip and Chic. Я его основательно поносила. Смотрите, сколько истратила. Им нужно поливаться. То есть, если вы любите ароматы из разряда нанес с утра и ходишь в нем целый день, чувствуешь его от себя, это не эта история, даже не та история. То есть, аромат настроения, аромат, который нужно обновлять каждые пару часов. То есть, вы его наносите, радуетесь два часа, потом снова его наносите и снова радуетесь. То есть, это не огромный шлейф, это не стойкость. Стойкость. Стойкость два часа, может быть, три, не больше. Но это эмоция. Эмоция от стартовых нот, эмоция от прекрасных, веселых цитрусов, звонких, ярких, сочных. Кому-то аромат может показаться простоватым. Это действительно так. Как я уже сказала, старт композиции цитрусовый с легкой кислинкой от красной смородины. Сердце композиции ненавязчивое, сладковатое, не сладкое, именно сладковатое, без приторности. Там в нотах указан сахарный тростник, роза и камыш. Запомнила интересную ноту. Камыш, конечно, я ее не различаю, камыш я не нюхала. Возможно, стоит разок попробовать. Есть база у аромата едва уловимый мускус и, я бы сказала, какие-то смешанные древесные ноты. Поэтому аромат нестойкий. Там нечему просто быть стойким, нечему держаться на коже, на одежде. Соответственно, диффузности тоже у него немного. Но, возможно, когда устаешь от каких-то сложных ароматов, хочется чего-то легкого, просто создать себе настроение, приятно пахнуть. Я думаю, можно носить вот такие ни к чему не обязывающие ароматы, как Moschino I Love Love. Я, конечно, понимаю, что никого не удивишь распаковкой от бренда Montal, но сегодня я распакую ванилы кейк. На оригинальных Montal наклейка с названием, наклейка с ингредиентами и нет голографической наклейки с надписью Original. Стандартный бачкод, такими большими цифрами на дне. Пакет. Я даже сейчас, еще не распаковав аромат, ощущаю, как сладко он пахнет. Ну и тут стандартный набор. Ровные округлые плечики, ровно приклеенная наклейка и бач на дне с наклейкой. Если наклейки, кстати, на дне нет, не пугайтесь, это нормальная практика у Montal ее не клеить. Аромат я знаю, но обшипнуть все равно хочется, потому что он прекрасен и чудесен. Рекомендую всем тем, кто любит сладкие ароматы. Тут домашнее печенье, булочки с корицей и риски молочные. В общем, все очень вкусное и съедобное. По стойкости и шлейфу Montal даст фору многим брендам. На коже, на одежде, даже на волосах он держится максимально долго. Даже если ты помыл волосы, ему все равно он остается. За что не люблю эти термосы? За то, что никуда его не потрогай, все время остаются отпечатки и вид теряется. Так, сниму прищепку, пожалуй, а то она гремит. В общем, аромат ванилла кейк очень понравится всем тем, кто любит гурманику. Стойкую, шлейфовую гурманику. Аромат совершенно несложный для поднятия настроения, для создания настроения. Если вы хотите пахнуть шоколадной печенькой с молоком, ванильным бисквитом, тортиком, вот, пожалуйста, тот самый тортик. Я бы не сказала, что у этого аромата есть какое-то серьезное развитие композиции, какая-то трансформация или метаморфозы. Нет, он меняется от сладкого к сладкому. То есть, вначале это печенье, тортики, бисквиты. Дальше это карамель, ириски. А в базе это ваниль. То есть, вы в этом аромате всегда девочка-студентка, сладкая конфетка. То есть, сладость никуда не уходит. Если в аромате вы ищете стойкость, сладость, шлейф и гурманское направление, я думаю, аромат вас не разочарует. Если же ищете переливы, перезвоны, сюрпризы в раскрытии композиции, то это точно не ваш вариант. Я очень люблю ароматы от Серж Летанск. И сегодня у меня пополнение в коллекции. Это ванильный лес. И мы его с вами сейчас откроем. Я всегда покупаю Сержа только в товарной упаковке, потому что флаконы перезаполняемые, и вообще не рекомендую их брать с рук только в проверенных магазинах. Это гениальное творение Кристофера с Шелдрейком, наряду с Ширги. Так, комплекция идет. Радость, прелесть. Сейчас мы аккуратненько поменяем крышечки. Так. И, естественно, все попробуем. Так. Заминочка вышла. Опа. Сейчас будем тестировать. На старте горький миндаль, как в волчице. Очень похоже. Много, много ванили и сандал. Какая прелесть. Я очень рада своему пополнению. Я вас обманула. И сказала, что на старте ванильный лес пахнет так же, как волчица. От Серж Плутанса. Но это не так. На старте аромат горькой ванили. А волчица пахнет цианидным миндалем. Да. Волчица у меня есть. Осталось всего пару миллилитров красоты. Но это все для референсов, для параллельных затестов. Я ее сейчас не ношу. Ищу полный, закрытый, запакованный флакон в слюде. Немножечко отвлеклись от темы. Ванильный лес. Действительно ванильный. Действительно лес. Очень много древесины в базе. Особенно сандала. Он явно ощущается. А еще я ощущаю лакричник. Это явная яркая нота. В перемешку с кокосом. Дает очень-очень нежное, женственное, сладкое сочетание. Важно отметить, что ваниль из аромата никуда не уходит. То есть она всегда есть на протяжении всего звучания. Вы чувствуете ваниль с сандалом, ваниль с лакричником, ваниль с медовыми сотами, ваниль с кокосом. В общем, это все соткано на базе ванилия. То есть меняются ноты, куплеты, меняются оттенки, аккорды. Но все связывает ваниль. Рекомендую всем тем, кто любит приятные, томные, тягучие ароматы. Естественно, ванильные. Я думаю, он вам зайдет, потому что это один из лучших представителей своего семейства, своей группы. Еще один добротный люкс сегодня к распаковке. Многими любимая Валентина от Валентино. Решила немного изменить формат распаковки, чтобы не шуршать на видео с людой. Напишите, пожалуйста, в комментариях, стало ли лучше и приятнее ли смотреть видео без посторонних шуршащих звуков. Спасибо за обратную связь. Для меня она очень ценна и полезна. Помню, когда-то давно у меня был этот аромат. Решила повторить. Ой, какой здесь жасмин и тубероза. Очень тягучий аромат. Густой. Думаю, шлейф будет очаровательный. Чудесно. Мне очень нравится. Пожалуй, поношу и расскажу вам поподробнее. Чувствую еще флерд оранж здесь. Очень нежно, женственно. Прелесть. Еще один поношенный, потестированный мною аромат. Это Валентина от Валентина. Это вечерняя история. Под красивое платье выйти куда-нибудь и покорить всех своим шикарным шлейфом. Захотелось мне его еще раз нанести. Для этого и блоттер есть. На старте бергамот и клубника, я полагаю. Пытаются сбить сладости, но у них это не получается. Они дают легкую кислинку, которая, в принципе, очень быстро уходит. Остаются такие яркие белые цветы. Тубероза здесь солирует. Она перебивает все остальное. Жасмин тоже проскальзывает. Но тут о туберозе, о флерд оранже. А база достаточно интересная. Я бы сказала, что это коробка шоколадных конфет с такой пьяной ликерной начинкой. Это очень сбалансированное, качественное звучание гурманики, потому что маэстро Оливье Кресп делал сие творение. Собственно, на его счету такие работы, как «Ангел Мюглер», «Ноа» от «Кошарель», недавний «Дивоушен» от «Дольче Ангабана». Собственно, все сладкое, все томное – это Оливье Кресп делает он. Это очень хорошо, поэтому Валентина не исключение. Ладно, красиво пахнет, красиво звучит. Поэтому, если вы любите шлейфовые, стойкие, очень женственные, густые ароматы с длинным сногсшибательным шлейфом, я рекомендую вам попробовать Валентину. Возможно, где-то вы сейчас сможете ее отыскать. Также я в своем Телеграме, Инстаграме делюсь ароматами из своих флаконов, поэтому можете мне написать мои контакты в шапке профиля. Также в описании к этому видео немножечко вам могу отлить из флакона. Показывать, рассказывать об этом аромате, тестировать будем без распаковки. Это «Жадор» от «Диор» в туалетной воде. Этот аромат я восстановила, то есть у меня очень много утраченных ароматов. То есть при переезде, я не помню, в какой-то сети я об этом рассказывала, что при переезде у меня на складе потерялись или были украдены, никто не знает, несколько коробок, в которых были ароматы. Около 10 флаконов у меня утрачено, и я буду стараться сейчас их восстанавливать. Первым из них восстановлен у меня был «Жадор». Конечно, год не тот, что ж поделать, но без него совсем тяжело живется, совсем грустно, поэтому я решила его восстановить. Также самое обидное, что в коробке у меня в одной была куплена для себя давным-давно бакара. У меня, кстати, бакара есть, но это 21 год, это немножко не то, со стойкостью у нее проблемы, а у меня был 18 и 17 год, небольшие флаконы по 70 миллилитров, и они, к сожалению, тоже утрачены. Это, на самом деле, одна из самых больших потерь, потому что бакара 18 года – это один пшик, и вы пахнете, если не моетесь, конечно, двое-трое суток до самого душа, все ваши подушки пахнут, вы заходите в помещение, даже вечером, а нанесли аромат утром, и вы пахнете, и помещения пахнут, и люди вокруг пахнут. В общем, да, это была одна из самых моих грустных и печальных потерь. Так, ладно, по поводу «Жадор». Я бы охарактеризовала этот аромат, как аромат весны. Кстати, это один из самых даримых, 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 есть такое слово? Надеюсь, что есть. Если что, исправьте меня в комментариях. Даримых ароматов на 8 марта, когда я работала в Литуале, этот аромат, и он, и Шанель Шанс О Тендер были первые, кого сметали с полок мужчины на подарки своим возлюбленным. Это и не мудрено, потому что «Жадор» — это олицетворение чувственности, женственности, нежности, сексуальности, легкости. Помните рекламу, где Шарли Стерон идет по какому-то великолепному дворцу в золотом платье? Для меня они действительно попали в этот образ великолепия, всего этого шика. В общем, для меня все-все сошлось. Аромат соткан из ноток белых цветов. Тут и кремовая тубероза, флердоранж, жасмин, апельсиновый цвет, есть иланг-иланг, а база у него ванильная. Очень качественно собран. В принципе, его сложно разбить на ноты, очень сложно разделить. Он сам по себе качественно, прекрасно собран, и это не мудрено. Мое любимое слово «не мудрено» — неудивительно. Это неудивительно, потому что он уже с 2000 года не сходит стопов продаж, как в России, так и Европе. Кстати, пишите в комментариях, есть ли у вас жадор, как вы к нему относитесь. Возможно, мы с вами единомышленники. Еще одним ароматом пополнился мой гардероб. Аромат очень долго лежал в списке моих желаний, в моем виш-листе, и наконец-то я его приобрела. Аромат «Пассаж Денфер» от бренда «Л'Артезан Парфюмер». Переводится как «Врата в ад» или «Врата ада», но это больше все-таки маркетинговый ход, и совершенно ничего такого адского в этом аромате нет. Если вы начнете читать форумы и отзывы, вы начитаетесь, что это аромат прощаний, похорон, похоронного венка, тления, разложения, умирания. Это ерунда. Сам парфюмерный бренд придумал интересную историю про любовь божественную, про любовь человеческую, про какие-то картины средневековые. Это все сложно, долго и нудно. Я думаю, аромат все-таки про любовь к себе, потому что это аромат «Вторая кожа». Тут легкие мускусы, холодные, отстраненные совершенно ладаны, немного лилии, которая не кричащая, не садовая, которую вы ее принесли из сада срезанную, и вот она на весь дом, на всю кухню излучает добро и аромат. Нет, нет, совершенно здесь какая-то холодная, отстраненная лилия, промытая дождем, совершенно пахнет лишь немножечко зеленью. Если взять, размять в пальцах хрустящий свежий лепесточек лилии, вот такой тонкий аромат вы ощутите, то есть совершенно легкая зелень. Аромат, он для себя, он не диффузный, не шлейфовый. Стойкость у него отличная, я его ощущаю на себе целый день, но он для себя, он тихий, придает какой-то уверенности, завершает образ. Для тех, кто любит мускусы, я рекомендую попробовать. Вообще, это аромат картина, то есть для меня это заброшенный католический собор, где сквозняк гоняет между лавками засохшие листья, и где-то чадит ладан, но ладан не православный, не наш, теплый, с восковыми свечами, нет, совершенно. Здесь какая-то минорная печальная история, отстранённая, действительно, я уже это слово повторяла, но это действительно так, отстранённый, холодный аромат, но в то же время притягательный, притягательный, заговариваясь. Я его часто просто нюхаю из флакона, воодушевляюсь, вдохновляюсь и иду жить свою счастливую, радостную жизнь дальше. Ещё одно приятное цветочное приобретение июля — это Kenza World в туалетной воде. Кстати, для туалетной воды очень стойко, шлейфово и ярко, наверное, потому что создатель, отец-творец этого аромата — Франсис Кюркджан, все мы его знаем как прародителя Бакары, Бёрбари Хё, и сейчас он креативный директор Dior Parfums. Kenza World, кстати, не только летний аромат, я бы назвала его всесезонным, в офис не надела бы, потому что он достаточно диффузный и потревожит людей, которые работают непосредственно рядом с вами. Это яркий представитель люкса, в нём очень правдоподобные пионы, которые находятся в апогее своего цветения. Это не букет розовых тугих пионов, это именно садовые пионы, такие пушистые, которые вы принесли, поставили, они благоухают и источают свой восхитительный аромат. Также аромат явно пудровый. Пудра здесь сладкая, плотная. Я думаю, это из-за сочетания фиалки, которая даёт пудровость, и такой сочной груши вместе с миндалём. То есть груша и миндаль отвечают за плотность и за сладость, а фиалка отвечает за пудровые аспекты. Также мне хотелось бы отметить, что аромат не отличается своей оригинальностью. Я бы его охарактеризовала как рядовой, дежурный, один из. Это не то, что ты узнаешь из тысячи и пойдёшь за шлейфом этого аромата срочно узнавать, что же это такое. Нет. Но это отличный спутник куда-то на вечер в кафе, на прогулку. Если вам хочется себя побаловать, купить очередной парфюм, чтобы иногда им пользоваться, может быть, менять своих дежурных, я рекомендую приглядеться, попробовать. В общем, вот такой вот милый глазик. Ну и напоследок потестируем с вами аромат Зин от Лартизан Парфюмер. Что-то я немного зациклилась на этом бренде в последнее время. У меня часто бывает, кстати, покупаю вот такие вот наборы, дискавери сеты, но у Лартизан Парфюмер что-то я ничего подобного найти не могу, поэтому пытаюсь раздобыть отливанты, пробники, остатки во флаконах. В общем, буду вам иногда в конце таких длинных видео показывать вот такие вот маленькие затесты. Нанесем на себя и на блотер. Я люблю тестировать с разных поверхностей. Аромат, кстати, достался мне в подарок. Спасибо. Аромат явно для любителей кожи, а не маленьким, потому что с блотера из себя я ощущаю лошадей, коровок. Не коровьи лепёшки, может быть, немножко уже засохшей коровьи лепёшки. Но вот анималика здесь достаточно групповатая. Но я не скажу, что это невыносимо или плохо. Это такой чистый убранный зоопарк, где помытые, причесанные животные. Это не слоновник в зоопарке, куда у меня ребёнок любит ходить. Говорит, мама, пойдём посмотрим на слона. Ты такой, господи, как было хорошо в ковид, когда была маска и было легче дышать. Мы иногда с мужем даже наибонсо спорим, типа, кто следующий идёт в слоновник сопровождать ребёнка. В раскрытии чувствую корицу очень явно, хотя она не указана нигде в пирамиде. В описаниях её тоже нигде нет. Ощущаю много древесных нот, такие сухие, такое сухое дерево. Вообще, Оливия Джекобетти, она королева натуральности, недаром работала с такими брендами, как Диптик, Лартизан Парфюмер, Пинхолегонс. Она в работе над ароматом дзынь добилась правдоподобного явного звучания анималики, кожи замши, древесины и специй. Поэтому любители кожаных ароматов, присмотритесь, рекомендую попробовать, потестировать, если у вас появится такая возможность. Не проходите мимо. Ещё буквально немного добавлю разницы звучаний на блоттере и на коже. На коже я до сих пор явно чувствую анималику, она никуда не делась. А вот на блоттере остались специи и дерево. Поэтому, дорогие друзья, пробуйте ароматы перед покупкой на себе, на своей коже. Друзья, на этом, пожалуй, я закончу. Всего доброго. Спасибо за внимание. Спасибо за просмотр, за ваши лайки. Подписывайтесь. Прощаюсь с вами. До скорых встреч.